В год культуры и культурная сенсация в Полоцке. Впервые широкой публике презентовали вновь обретенный холст белорусского живописца, выпускника Полоцкого пиарского училища Ивана Хруцкого. На картине незавершенный портрет Адама Мицкевича. Полотно обнаружили 6 лет назад. Чтобы установить авторство, холст подвигли ряду экспертиз. Картина хранит много загадок. На обороте есть еще два изображения. Натюрморт и скрытый под ним. Портрет незнакомки. Ольга Масловская увидела в этом почти детективный сюжет. В Полоцкой художественной галерее выставка одной картины. Широкой публике представлен холст Ивана Хруцкого. Холст, о существовании которого даже не подозревали. Унаследовав картины Едвиги Мациевской, правнучки знаменитого живописца, музейщики и предположить не могли, что среди 700 работ на тему советских строек найдут подлинник Хруцкого. Обнаружив такой холст с изображением Адама Мицкевича, были поражены, потрясены. И, конечно же, первое, какую версию мы выдвинули, что, возможно, это работа самого Ивана Фомича Хруцкого. Почему? Потому как этот холст, конечно, очень сильно отличался от манеры, от стиля того, как работала его правнучка. Прежде чем предположение стало фактом, прошло шесть лет. Холст подвергли нескольким экспертизам. Оказалось, что обнаруженная картина дублирует известный портрет Мицкевича авторства Хруцкого. Полотно находится в Санкт-Петербурге. Предполагают, что полоцкий портрет был написан раньше, но по каким-то причинам не понравился своему создателю. Весомый аргумент предоставили и белорусские ученые-физики. Впервые сюда, в наш институт, на исследование эту работу привезли в 2010 году. Они обнаружили там хромовые пигменты. И, конечно же, сделали вывод о том, что данное произведение могло создаваться где-то в середине 19 века. Наследие Ивана Хруцкого до сих пор порождает много споров и версий. Равно как и жизнь загадочного художника. Модный и востребованный мастер натюрморта, он в расцвете творческих сил оставляет столичную жизнь. В возрасте 34 лет художник переезжает из Санкт-Петербурга в Полоцкую губернию. Здесь приобретает усадьбу Захарничи. Дом Хруцких находился вот на этом месте. С этого момента начинается белорусский наименее изученный период в творчестве живописца. Известно, что Хруцкий много пишет на заказ. А еще строит имение, играет в крокеты, занимается земледелием. Есть такие данные, что даже он разводил сам виноград. И почему вы видите, что на картинах у него очень много винограда в ветвей. Возможно, яблоки из сада в Захарничах изображены на обратной стороне найденной в полоцке картины. Под натюрмортом рентгенограмма выявила еще и портрет незнакомки. Три картины в одной. Красивый прием для детективного романа. И вполне реальные загадки, которые еще только предстоит раскрыть. Ольга Масловская, Александр Петровецкий. Агентство теленовостей. Полоцк.